Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей. Сегодня мы будем делать реакцию на Добряка. Мой детский ад. Ну что ж, давайте посмотрим. Врачи не могли понять, почему же... В детстве врачи не могли понять, почему же я так часто болею. И постоянно ставили мне неправильные диагнозы. Да, я забыл сказать, что родился и я не раз в деревне. Типа, мол, старый старый ответ на вопрос откуда берутся дети. В капусте нашли. Там как бы уровень медицины, сами понимаете. На всю деревню фельдшер Баба Клара, вооруженная клизмой и зеленкой. Это вам не шутки. Я знаю. По итогу поставили мне бронхит. Но все оказалось немножечко хуже. Когда мы приехали в город, я шел по улице и начал задыхаться. Вот так вот просто ни с того ни с сего. Блокаляна проходила женщина, которая подскочила ко мне и начала меня успокаивать. Она не могла понять, что со мной такое. Но, почуяв, что дело пахнет на фоне еще такая босочка веселая играет. Какой нахрен бронхит? Ужас. Пятняга. Ребятки, положили меня в больницу на целый месяц. Как же я ныл и не хотел там оставаться. Ну да, я помню, даже у меня похожая история была в садике. Типа, мол, я еще ныл не только потому, что, типа, не хотел туда идти, а потому, что, типа, ну, мол, я пропущу новые серии каких-нибудь моих любимых мультиков. Потому что, мать вашу, я же пропущу новые серии покемонов по телеку. Ну, вы поняли, да? Я тут чуть коньки не откинул, а меня больше всего волнуют японские карманные монстры. Но, увидев, что в отделении есть телевизор, стоически вылинил свое больничное заточение. Понимаю. И вот тут в моей жизни начался ад. В смысле? Нет, вначале все было неплохо. Сначала я лежал в палате с мамочками и маленькими детьми. Это было такое приятное времяпровождение с чайком и плюшком. Но, может, было не такими маленькими можно было поговорить с чем и просить сисю. И скучно не было бы. А я, между прочим, уже взрослый. Мне аж целых 9 лет. Да ладно. Ну да, в принципе, так многие дети считают, что, типа, имени, типа, мы все, да мне 8 лет, я взрослый. Типа, мол, да, да-да-да-да-да-да. Все вроде как неплохо. По крайней мере, в школу не надо ходить, потому что в больнице школа ходит к тебе. Да ладно. А я думал, блин, ах, да, ну, типа, нет, я не лежал никогда в больнице, да и вообще не желаю, если честно, туда ложиться, потому что, типа, ну, да ладно, блин, реально, что ли, школа, то есть, типа, приходит к тебе, то есть, реально, учителя тебе приходит, или там дистанционка. Я серьезно, было специальное помещение, где каждый день после всех процедур ты должен был идти туда учиться, а оценки, которые ты получил там перед... А зачем, то есть, типа, такое, ведь дети болеют, а... А вдруг они заразные, типа, могут заразиться, ничего, вы ничего, врачи, не попутали? Да вы издеваетесь. Ингаляция. Оооо. Мне пиздец. Ну, а перед тем, как я продумал, хочу представить спонсора моих детских воспоминаний. Ой, блин, реклама. Ооо. Ооо. Жуть. Жуть. Тридцать дней. Тщательно обследовать. Ооо. Ооо. Да ладно. Ну, я даже начал пользоваться неким уважением. Ну, что-то у меня похоже, тоже было, типа, мол, некоторые какие-то старшие ребята смотрели, типа, мол, как я хорошо или рисую, и сразу-таки, ого, ну, ты молодец. И иногда даже по просьбе рисовал фломастером всяких драконов на плечах у старших. А, да-да-да-да, да-да-да, да-да-да-да-да-да-да-доб-доги это делают, даже в таком возрасте. В 14-летнем или 13-летнем. Тоже, я тоже любил всякие разные татушки, типа, ну, какие-то татушки, а точнее, ручкой всякую фигню рисовать и, типа, мол, смотрите, я татушья набил. Вы вообще понимаете, что на зоне я был бы кольщик. В общем, потихоньку, помаленьку я стал постигать закон джунглей. Меня никто не трогал, меня не мазали зубной пастой по ночам, как многих других детей. Да, если кто не знал, то это распространенное явление. Да это не только в больницах, да и вон здесь, везде там, в лагере, в лагере там, ну, у меня, конечно, школьный лагерь был, я в школьном лагере был, и мне так никто не делал. Когда дежурные медсёстры уже спят, отдельным приключением в больнице являлось намазать зубной пастой тех, кто уже уснул. В отделении было палат 15, так что разгуляться было где-то. Да, кстати, забыл сказать, что стены между палатами были стеклянные. Я думаю... Ну, наверное, я думаю, что да, ведьма это для того, чтобы вот такие люди, вот, вот такие, следили за вот такими, которые обижают вот таких. Ладно. Это было сделано для того, чтобы медсёстры и доктора, зайдя в одну палату, могли просматривать сразу все. Даже такой паноптикум зачастую всё равно не помогал в дисциплине. Ко всему этому прибавлялось то, что люди в палатах менялись каждую неделю. Кого-то выписывали, кто-то приходил на его место. Постоянная текучка арестант... Ээээ... Кратов. Но так как я был для своего возраста довольно смекалистый, да и язык у меня был всегда подвешен, со всеми мне удавалось найти общий язык. Через месяц меня выписали. И это было просто незабываемо. Но счастье длилось недолго. Почему? Так как раньше, до правильного диагноза, меня просто не знали, как лечить, меня просто пичкали таблетками по КД. За что? Из-за чего у меня, помимо астмы, обнаружились еще и сюрприз. Серьезные проблемы с желудком. О-о-о! Меня снова оперативно помогли в больницу. Бедный. И если я думал, что прошлое было не сахар, то это была реальной преисподней. Мало того, что приятный... О-о-о! После того, когда ты это сказала, мне... Я уже сразу вспомнил то, что меня в восьмом классе ждет. Потому что уже лето заканчивается, а так неохота в школу. Ребят, ставьте лайк, если тоже не хотите в школу и не любите ее. Да, я думаю, что если седьмой класс тоже для меня был не сахар, то, наверное, восьмой это преисподняя будет. Массаж. Офигеть! Из прошлой больницы. Нихрена себе ты завелся. Заменились на каждодневные клизмы ФГС и РРС и санитирование, так там еще... Педалага! Можно вот эту печь успеть? Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Ладно. Разброс по возрастам был больше. В этой больнице не было стеклянных стен. Поэтому там издевались так, что... В смысле? То есть били сильно? Из гастроэнтерологического отделения прямиком в нервное. Я, кстати, не исключение. У меня был тремор у девятилетнего ребенка. Охренеть! В смысле? За что? Вот, блин, вот старшекам делать нечего, блин, только таких маленьких заставлять драться. Вообще охренели, что ли? Сами... Сами себя бейте, блин, и сами себя развлекайте, блин, такими же способами. Раз нравится то, что другие дерутся, так сами с собой. Сами с собой деритесь. Наспогательный сидит. Ох, бедные! Ужас! Благо, в этой больнице в обоих отделениях нужно было лежать не месяц, а всего две недели. Но эти две недели длились как вечность. там реально жестко. YouTube такое не пропустит. Но если на это видео наберется 300 тысяч лайков, то расскажу в своем телеграм. Сынка, вот это они... О-о-о! Ребята, лучше да. Если у меня что-то такое похожее будет, то я тоже вам, наверное, это показывать и рассказывать не буду, но я нигде это сохранять не буду, но может быть где-нибудь в комментариях расскажу. Да ладно. Здорово, бандиты! Здорово, бандиты! Чуть больше года! КАРЛУ! САМЫЙ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТРЫ 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 ДРЫНДЕЦ! НЕДЕЛЯ! ИТО, ИЗ-за того, что у одной девочки нашли СПИД И оперативно выписали вообще всех, кто был... ХЦХся на него подцепило! О-о-о-ой! Ну да, мне тоже. Ну-а-м-а-м-а! Уже так скоро. Вот вспоминаю я все это и понимаю, что я как будто отсидел на малолетке мне уже по праву можно гангстрэп читать сидел на малолетке, да мне гангстрэп можно читать трындец я никогда не рассказывал все эти истории своей маме так что, мам, если ты это смотришь, например я не могу а я представляю, что будет, если мама в этом узнаете мол, она такая ооо, сынок, ты что дрался с такими мальчиками, тебя заставляли это делать ужас, да я сейчас на этих врачей обязательно в суд подам могу сказать, что это был исключительно только негативный опыт потому что я извлек для себя и много позитивных моментов астма меня больше не беспокоит правда теперь я в дурке, но это не важно из-за обиды а в дурку ты за что попал? абсолютно разных людей да еще и часто меняющихся моя социализация проходила бешеными темпами без всего этого опыта возможно я бы не стал тем, кем являюсь сейчас ну и подытожу берегите свое здоровье и своих детей правильно ну что ж, ребята, ролик понравился ржачный и он даже где-то жесткий капец, ребят, ну ладно если вам понравилось, то ставьте лайки подписывайтесь и всем пока спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!